Музыка Севастопольский союз ветеранов живет той же проблемой, тем же проблемой, что и жители города Севастополя. Переходный период. Паспортизация, получение новых удостоверений, новых пенсионных удостоверений. Очень жарко в Севастополе. Эти все проблемы так или иначе касаются наших ветеранов. Паспортизация в течение трех месяцев практически заканчивается, но даже сегодня пришла женщина, которая приехала с России. Ее родители не получили еще паспорта. Поэтому сегодня мы уже отправили представителей Федеральной миграционной службы прямо к ней домой. К ее родителям. Что в течение недели, полутора, недели, десяти дней они получат паспорта. То есть охвачены уже практически все ветераны? Ну практически все. Есть еще, я хотел бы позже в случае обратиться еще к ветеранам Великой Отечественной войны, к их родственникам. Те, кто еще не получили паспорта, пожалуйста, позвоните по телефону 54 36 60 Севастопольский союз ветеранов. Чтобы записать в ваше фамилию, имя, отчество, кто должен получить паспорт и телефон. Все остальное мы организуем. Что касается удостоверений пенсионных, также Союз ветеранов помогает их получить именно удостоверение российского образца? Мы уже три недели, как начали эту работу, и по ветеранским организациям составляются списки и готовится комплект документов. То есть обращаюсь тоже к ветеранам, чтобы не сидели дома, а обращаюсь к своим председателям ветеранских организаций. Они знают, какой комплект документов. Две фотографии. Фотография на пенсионное удостоверение и фотография на новые удостоверения по категориям ветеранов в соответствии с федеральным законом Российской Федерации. И поставленная задача, прежде всего, они должны представить списки, которые мы распечатали, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны. Вот эти списки, те, которые проблемы с передвижением, которые лежат, они должны представить в первую очередь эти списки, мы первые их отдадим в военкоман. А после этого всех остальных ветеранов. Такая задача первостепенная поставлена нашим председателям ветеранских организаций, которые занимаются практически каждый день. Они приходят к нам, и мы распечатываем списки и проводим инструктаж, какой комплект документов необходимо представить. После этого мы составляем списки и представляем в военкоман. Будет ли какая-то помощь в получении пластиковых карт для пенсии? Пластиковых карт, да. Пенсионный фонд уже заключил договор с Российским национальным коммерческим банком, который уже начал выдавать пластиковые карты для получения пенсии. И для ветеранов, чтобы они не стояли в очереди, конечно, мы тоже подключились в этом вопросе. В частности, на Ленина 23, улица Ленина 23, без очереди, 4 работника принимают именно ветеранов. То есть они могут прибыть и оформить свою пластиковую карту, получать пенсию на эту карточку. И с этой карточки, или при наличии этой карточки, в этом же банке можно платить коммунальные услуги без комиссии. Что касается поддержания здоровья и лечения ветеранов, какие ближайшие программы ожидают ветеранов и какие программы успешные уже прошли в нашем городе? Ну, сначала давайте я скажу, что в мае месяце, в начале мая месяца сложилась ситуация, когда ветераны, поступая на лечение, даже военно-морской госпиталь Черноморского флота, не имел лекарств для лечения. В это время была в Севастополе представитель, полномочный представитель по правам человека, Панфилова Элла Панфилова, которой я дал запрос, в частности, по медикаментам в самом городе и в лечебных заведениях. То есть, в наших больницах города и, в частности, в военно-морском госпитале. Неделю назад мы получили ответ и связались с госпиталем. Лекарства получены в полном объеме, в том числе для лечения ветеранов. Должен сказать, что за полгода в госпитале пролечились более 300 ветеранов. Ветеранов Великой Отечественной войны, ветеран и инвалиды войны. Что касается госпиталя, значит, еще в марте месяца Михаилу Михайловичу Чалову было от нас обращение, чтобы госпиталь на ОМИГе был перепрофилирован под госпиталь для ветеранов войн и участников боевых действий и ветеранов военной службы. Кроме того, мы сделали запрос в Министерство обороны по этому вопросу. От Министра обороны мы еще не получили ответа, ждем. Но либо завтра, либо на следующей неделе мы планируем встретиться с директором департамента здравоохранения Севастополя и решать этот вопрос. Чтобы все-таки этот госпиталь, потому что в нем было 375 коек, сейчас сокращается до 150. Хотя наше предложение, чтобы там и поликлиническое отделение, которое было сокращено, училище Нахимова, чтобы оно там тоже возобновило свою деятельность с дневным стационаром. То есть полностью вот этот вот комплекс отдать под ветеранов Великой Отечественной войны. Потому что к нам приезжают наши соотечественники, ну по такой же ветеранской работе. И в городе насчитывается 100-200 ветеранов Великой Отечественной войны. У нас более 7 тысяч. Обратились мы в начале этого месяца, согласно закону Российской Федерации, ветераны Великой Отечественной войны, прошу прощения, имеют право ежегодное прохождение диспансеризации. Этот вопрос в Севастополе, естественно, никогда не решался. Мы обратились, но при встрече с начальником департамента, я думаю, мы этот вопрос тоже будем решать. С привлечением двух госпиталей, которые находятся в Севастополе. Ну а по госпиталю, я думаю, чаяние и надежды всех ветеранов, чтобы Омега была предоставлена достойным людям, которые служили на Отечество, чтобы досталось им, чтобы они лечились именно достойно в этом госпитале. Какие еще проблемы, связанные с переходным периодом, есть у организации сейчас? Ну переходный период, они так вот возникают внезапно порой. По получению, по программе в Российской Федерации имеется программа по выделению, обеспечению жилищными квартирами ветеранах Великой Отечественной войны, которые никогда не получали жилье и живут в подобающих условиях, недостойных для ветеранов, которые отстояли нашу независимость. В нашем городе мы тоже эту работу проводим, сейчас составляем списки, но, конечно, мы не принимаем решения о выделении жилья. В списке будут представлены правительство города Севастополя и установленным формам будет собираться комплект документов и представляться. Ну а там уже губернатор примет решение о выделении квартир. Я думаю, что до Великой Попеды 70-летия этот вопрос должен быть решен для наших ветеранов. У нас есть ветераны военной службы, которые с 90-го года, это 70 человек, вот вчера они обратились, которые до сегодняшнего дня не получили жилья. По соглашению между странами СНГ было записано о том, что военнослужащие, проходя службу в различных странах СНГ, по окончанию службы возвращаются на то место, куда они выберут. Вот они выбрали место жительства Севастополя, их здесь корни были, они вернулись сюда. Но с 90-го года Украина это соглашение не выполняла. И с 90-го года, можете себе представить, более 20 лет, люди, это не просто военнослужащие, это его семья. Они не получили достойного жилья, вообще никакого жилья. Это тоже проблема. Поэтому по мере возникновения этих проблем мы пытаемся их минимизировать и найти выходы решения этих проблем. Но все-таки вы советуете ветеранам вступать именно в организации ветеранские, а не быть поодиночке? Да, конечно. Я обращаюсь позже случаем через канал НТС, чтобы ветераны, конечно, не сидели дома. А очень много ветеранов, участников боевых действий сейчас идет. Это интернационалисты, начиная с момента Кореи, заканчивая Чечней. Они должны зарегистрироваться, чтобы мы знали, чтобы мы оказывали помощь. Потому что этот госпиталь будет в том числе и для них, за которым мы боремся. С наступающим праздником, Днем Военно-Морского Флота. Всем удачи, здоровья и благополучия. Днем Военно-Морского Флота.